Иммунитет. Все мы знаем, насколько важную роль он играет в жизни организма. Каждый из нас старается укреплять свою иммунную систему, чтобы избежать неприятных заболеваний. Но благодаря рекламе, слухам и распространенным заблуждениям, наши попытки защитить себя от вирусов и инфекций порой либо никак не влияют на организм, либо делают только хуже. Сегодня мы расскажем о реальных способах укрепить свое здоровье. Это 10 фактов о том, как повысить свой иммунитет. В первую очередь, чтобы принести своему телу пользу, надо перестать приносить ему вред. Речь о пагубных привычках и плохом питании. Во рту курильщика создается настоящий очаг воспаления, которое отвлекает на себя иммунную систему, из-за чего курящие люди гораздо чаще заражаются такими серьезными заболеваниями, как туберкулез и рак. А вот алкоголь, согласно результатам множества опытов, увеличивает риск рака толстой кишки и болезней печени. Правильное питание, пока что просто правильное, также весомый кирпич в фундамент крепкого иммунитета. И важно то, что не обязательно есть какие-то особенные ягоды, годжи или тапиоку, а все, что попадется. Чеснок, имбирь, лимон и зелень – все это принесет большую пользу вашему иммунитету, но только в том случае, если вы будете употреблять их на обед вместе с белым мясом и овощами. Не забывайте высыпаться. Да, в наше время многие хотят успевать и поработать, и как следует отдохнуть. Кто-то перед сном много сидит за компьютером, кто-то любит гулять допоздна, а кто-то не может остановиться читать любимую книгу, хотя завтра очередной рабочий день. Чтобы поддерживать свое здоровье и иммунитет, сон крайне необходим. Взрослым рекомендуется спать не меньше 7-8 часов. Когда ночью организм отдыхает меньше 6 часов, это приводит к уменьшению количества иммунных клеток – лейкоцитов. А что делать тем, кому не под силу соблюдать основной режим? На помощь придет дневной сон – буквально 2-3 часа в день. Это компенсирует повышение лейкоцитов. Обязательно проветривайте спальню и увлажняйте воздух. Вирусы и бактерии отлично себя чувствуют, когда вокруг тепло и сухо. Не в ваших интересах облегчать им жизнь. Хотя бы пару раз в неделю занимайтесь спортом. В здоровом теле – здоровый дух. Ежедневно старайтесь проводить больше времени на улице. Найдите подходящий вид спорта, которым вы будете заниматься с радостью. Это могут быть танцы, бег, занятия боевыми искусствами или гимнастика. В любом случае, даже длительная прогулка благотворно влияет на организм. Спорт помогает укрепить защитные функции организма. Во время физической активности клетки насыщаются кислородом, активизируется работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые исследования даже подтвердили, что физическая активность помогает в борьбе с болезнями, возникающими в результате затяжного стресса. Они происходят от ослабления иммунной системы, а мышечная активность может кардинально укрепить иммунитет. Если вы не занимаетесь спортом, начните с пеших прогулок. Старайтесь испытывать меньше стресса. Как ни удивительно это звучит, но каждое перенесенное нами когда-либо вирусное заболевание оставляет в организме вирусные частицы. Среди них вирусы простого герпеса, ветряной оспы, опоясывающего лишая, гепатитов, Эпштейна, Барр и другие. Все эти вирусы могут быть реактивированы, когда стрессовые гормоны или нейротрансмиттеры продавляют иммунную систему, затрудняя ее борьбу с инфекцией. Как это происходит? Принято считать, что тяжелый стресс вызывает подавление клеточного иммунитета, что позволяет вирусу внедриться в ткани нашего организма. Кроме того, известно, что многие аутоиммунные заболевания могут быть спровоцированы инфекциями, поэтому создание для вирусов благоприятной среды в организме – это еще один фактор, с помощью которого стресс запускает аутоиммунное заболевание или обостряет уже существующее. Это может быть и эмоциональный стресс, и сильный физический стресс. Укрепление иммунной системы поможет держать остаточные вирусные частицы в состоянии ремиссии. Постарайтесь избегать пиковых нагрузок эмоциональных и физических. Если к концу месяца у вас всегда аврал на работе, заранее подготовьтесь. Больше спите, отдыхайте как до пиковой нагрузки, так и после. Если же вы вынуждены иногда переживать стресс, то компенсируйте его смехом. Хохот влияет на организм так же благотворно, как и умеренные физические нагрузки. Он снижает кровяное давление, избавляет от стресса и укрепляет иммунную систему. Кроме этого, смех улучшает аппетит, понижает уровень холестерина, снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Скорректируйте свое питание. Вот теперь подробно о том, как еда влияет на наш иммунитет. Желудок – проводник питательных веществ для всего организма. По сути, еда – это топливо, и от его качества зависит, насколько долго прослужит ваш автомобиль. Отказаться от сладкого, жирного и мучного некоторым людям очень сложно, но можно ограничивать количество и включать в рацион больше фруктов, овощей, зелени, белковой пищи, орехов, красной рыбы или свежевыжатых соков. В вашем меню должны присутствовать белки животного и растительного происхождения. Животные белки содержатся в мясе, рыбе, яйцах и молоке, а растительные – в горохе, фасоли, гречневой и овсяной крупах. Благотворно влияют на деятельность иммунной системы говяжья печень и морепродукты – креветки, мидии или кальмары. Важную роль в укреплении иммунитета играют витамины. В солнечную погоду во время прогулок не забывайте подставлять под лучи солнца свое лицо. Витамин D не только предупреждает остеопороз, но и активирует иммунитет. При авитаминозе уменьшайте дозы чая и кофе. Кофеин нарушает активацию витамина D в организме и тем самым снижает иммунитет. Обратите внимание и на витамин А. Содержится этот витамин в морковке, свекле, тыкве, сладком перце, свиной либо говяжьей печени, яйцах и натуральных молочных продуктах. Считается, что для активности иммунной системы очень важен витамин С, основным источником которого служат плоды шифовника, рябины красной, ягоды черной смородины, фейхоа, цитрусовых, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфрут, капусты и так далее. Однако место витамина С в укреплении иммунитета далеко не первое, хоть и очень важное. Витамин С обеспечивает оптимальную проницаемость капилляров, чем нормализует обмен веществ, повышает жизненный тонус. Очень важны для укрепления иммунитета и повышения работоспособности витамины группы В. И если ранее основным источником этих витаминов служили макаронные изделия, хлеб и каши, то сегодня больше внимания важно уделять правильно приготовленным овощам, оптимальная термическая обработка которых активирует растительную клетчатку. Подготовьте свой организм к резкой смене температуры. О таком методе, как закаливание, знают все, но большинство уверено, что закаливание – это приучение к холоду, например, хождение по снегу в трусах. Но на самом деле суть закаливания – в тренировке слизистых оболочек быстро реагировать на резкую смену температуры. Тренировка может быть совершенно простая, например, попеременное обливание холодной и горячей водой предплечий – от кисти до локтя. Температура холодной воды – плюс 20 градусов, горячей – плюс 35. Это самая терпимая разница в 15 градусов. Обливание надо делать ежедневно по 5-7 минут в день, утром или вечером. Особенно хорошо такая процедура подойдет для детей. Есть мнение, что кошки повышают иммунитет своих хозяев, защищают их от сердечных заболеваний и благоприятно воздействуют на нервную систему. Температура тела кошки – 38-39 градусов, и если человек заболел простудой, то мурлыкающая кошка, укладываясь рядом, прогревает организм и в результате помогает справиться с простудами и увеличивает сопротивляемость своего организма к стрессам. Кошки с древних времен стали самыми популярными и любимыми домашними животными. Любовь к ним оказалась настолько большой, что для питомцев был учрежден специальный праздник – Всемирный день кожи, который отмечается в первый день весны – 1 марта. Если классические способы укрепления иммунитета вам не помогают, обратитесь к народным методам. Так, например, согласно им, корень цикория отлично укрепляет иммунитет и защищает от вирусов. Если вы часто мучаетесь простудами и ОРВИ, попробуйте укрепить организм при помощи сока колонхоя. Хорошим иммуностимулирующим действием обладают пищевые дрожжи, которые особенно рекомендуются детям. Из растительных веществ, обладающих выраженным иммуностимулирующим действием, стоит обратить внимание на настои элеутарокока, женьшеня и китайского лимонника. Делайте прививки. Несмотря на то, что существует множество споров о пользе и вреде прививок, все врачи сходятся в одном. Прививки не защитят организм на 100%, но точно облегчат течение болезни. В этом суть приобретенного иммунитета. Если организм столкнулся с вирусом, он его запоминает и вырабатывает антитела. Даже если в следующий раз вирус мутирует, со старыми антителами вы победите его быстрее.